Заплати налоги и спи спокойно. С июля жители республики начнут получать уведомления на уплату налогов за объекты недвижимости, землю и транспортные средства за 2018 год. Сумма платежа на земельный налог и налог на имущество у федеральных льготников уменьшится. А перечень тех, кто льготами сможет воспользоваться, увеличится. Подробнее далее. Перед тем, как заплатить имущественные налоги за прошлый год, нужно обратить внимание на порядок расчетов и категории льготников. В этом году были внесены изменения по многодетным семьям. В части, касающиеся земельного налога, здесь сейчас применительно у нас идет 600 квадратных метров непосредственно площадью одного участка. Идет льгота, вычеты. По налогу на имущество у нас идет вычет в части многодетной семьи на катасу стоимость 5 квадратных метров, на квартиру или часть комнаты. И 7 квадратных метров это на жилой дом или часть живого дома. Ну, в расчете на одного несовершенного ребенка. Чтобы воспользоваться этой льготой, не обязательно писать заявление. Она действует автоматически, говорят в управлении налоговой службы. Еще одно нововведение этого года – порядок расчета сумм налогов. Если в 2017 году гражданин пользовался земельным участком, владел земельным участком целый год, у него не было льготы, то при исчислении земельного налога за 2018 год, в том случае, если, например, изменилось когда-то расстройство земельного участка, сумма земельного налога за 2018 год не может увеличиться больше, чем на 10%. С этого года не надо будет платить налог за полностью разрушенные объекты капитального строительства, ликвидированные, сгоревшие и те, что невозможно использовать по прямому назначению. Освобождение от уплаты предоставляется с момента его физического разрушения. Не изменился, пожалуй, только срок уплаты налогов, который в этом году выпал на 2 декабря.